Смотрите, вот здесь, казалось бы, вот рядом находится пешеходный переход, и тут какой-то яркий тортик продается. Естественно, у него взгляд бросается на этот рекламный щит. Внимание водителя с дорожного знака переключается на яркую манящую картинку. Пешеходу это может стоить жизни. Это получается, вот смотрите, одна, вторая, третья. Ну сколько, сколько, сколько ж можно там. Ленточки фотографий на столбе, как память о жертвах ДТП. Только в прошлом году на дорогах Барнаула произошло свыше тысячи аварий. Погибло 32 человека. Большая часть смертельных случаев именно наезд водителей на пешеходов. Рекламные конструкции эту статистику приумножают, читает Писарев. И приводит в пример Казань, где баннеры давно стали пережитком прошлого. На всех фотографиях в разных частях города только полотно, дорожное полотно и дорожные сады. Кстати, в Германии в огромном Берлине всего один билборд. Только указатели направления, съезд, скорость. Вот такие вот знаки движения только. А рекламы на автобанах вообще нет. По улице, ну я тоже не вижу. От баннеров не уйти. Это признают многие. Городскому бюджету за них капают деньги. А вот разместить рекламу дальше от дороги хотя бы метров на сто просто необходимо. Порой рекламные щиты вдоль дороги не просто отвлекают водителя, но и закрывают полностью обзор. И тогда риск ДТП увеличивается в несколько раз. Андрей, тебе мешают билборды? Да. Раздражают уже. Хватит их уже. Нужно убирать. Вы знаете, что, допустим, в Белоруссии нет рекламных баннеров? А у нас есть. Но они не загораживают обзор? Нет, не загораживают. А как вы думаете, нужно вообще избавляться от рекламы? Ну, вообще, конечно, как бы очень изобидно на дорогах на наших. Я на них только пробки смотрю. Судя по нашему опросу, далеко не все согласны с инициативой депутата. Есть те, кто в соцсетях называет ее не иначе, как бредом. Но чиновники из Министерства транспорта региона идею поддержали, отметив, что билборды на дорогах уже не актуальны. Реклама шагнула в интернет. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.